Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Марина Комиссарова на ваших экранах. Сегодня в нашей студии Алексей Пучков и Ольга Кендинова, организаторы и основатели сообщества любопытных джиперов «Своя колея». Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что это за такое сообщество любопытных джиперов, почему они любопытные и почему они организовались в сообщество? Чем занимаетесь? Алексей расскажет. Любопытные, потому что это люди, которым не хочется проводить выходные дома на диване, а хочется что-то узнать нового, интересного. Ну а сообщество, потому что, наверное, в коллективе это веселей познавать новое. Ну и, учитывая специфика наших дорог, одному бывает иногда сложно, а в коллективе любая трудность решается легко, просто и непринужденно. Давайте расскажем. Наверное, многие жители нашего города, конечно, знают о вас, и кто-то даже с вами ездит в различные экскурсии, приключения и так далее и тому подобное. Но все же, расскажите, с чего все начиналось? Когда был первый такой проложенный путь? И куда он был? И как много у вас было? И как вы выросли с тех пор? Началось все год назад, в 2016 году. В январе месяце мы решили проехать тут недалеко, в Сельце, по неасфальтовой дороге. И с нами было, наверное, машин, что-то даже не помню, около 10, по-моему. Съездили, всем понравилось, нашли интересные места. То есть не просто съездили, покатались, но там нашли место сохранения польской дивизии, какие-то всякие старые заброшенные дома. Посмотрели на новый Кузьминский гидроузел. Всем понравилось и решили, что будем продолжать так ездить. Как часто у вас выезды организовываются? Как вы их вообще придумываете? Кто-то разрабатывает маршрут или это спонтанно? Едем туда и уже как ляжет. Спонтанно разрабатываются. Ездим мы раз в месяц. Если хотите посмотреть, то в среднем раз в месяц. Может быть, когда-то пропускали. Но маршруты просто рождаются в голове Оли. Она отвечает за эту часть. А дальше уже технические моменты. Посмотреть карты, маршруты. О том, насколько у Оли воображение хорошее, можно судить и по ее фотографическим работам, и по тем маршрутам, которые вы уже проехали. В основном, Оля, это как происходит? Ты какие-то места случайно узнаешь и думаешь, что тебе надо их посмотреть, и остальных подбиваешь? Как вообще происходит рождение пути, так скажем? Примерно так и происходит. Я вижу какие-то, узнаю из интернета, по отзывам, какие-то интересные места в области. Ну и чтобы не метаться, просто одно место в Пронском районе, другое где-нибудь в Спасском, третье еще что-то. Мы просто смотрим, в районе какие есть интересные места и как их можно соединить с дорогой. А лучше, конечно, бездорожьем. И получается, что мы за один рейд объезжаем несколько интересных мест. Потом в следующий раз в следующий район. Вас больше десятка сейчас на настоящий момент. Десятка людей или машин? Машин. Машин собирается от 10 и последний раз будет в районе 22, наверное. 22. Тут меняется. Средний примерно 10-12 машин. Увидеть то, что мало кто видел, даже, допустим, жители нашего региона знают об этих местах, но никогда туда не доберутся. А вы едете целенаправленно, чтобы посмотреть своими глазами, узнать историю и так далее и тому подобное, но при этом сталкиваетесь с бездорожьем, иногда застреваете по уши. В чем интерес застрять по уши и вытаскивать друг друга? Опять же вопрос Алексея. Мы не сталкиваемся с застрять. Мы ищем, где застрять. У нас есть люди, которые просят. Чем сложнее дорога, тем интереснее. Ну, какой-то интерес. То есть, как правило, к нам пришли, ну, как в наше сообщество объединились люди, которые, ну, джиперы, которые попробовали соревнования, проводимые в нашей области, в нашем регионе. Но формат соревнований не очень интересен, а вот куда-то проехать, вот именно пробиться, где сложная дорога, где либо ее вообще нет, либо там какие-то лесовозы ездят. Просто самый интерес вот этой дороги преодоления трудностей. Это определенный азарт в том числе, как я смогу проехать, смогу или не смогу, да, там, то есть проверка собственных качеств водительских в том числе. Себя, машину, товарищей какой-то кто-то проверяет, кто-то там до своего снаряжения, кто-то самого себя. Тут у каждого свой мотив, но вот интерес, да, вот, не по асфальту, ездить не по асфальту. А новичков, я так понимаю, привечаете. То есть, если какой-то новый джипер о вас узнал и захотел с вами отправиться в путь, то с удовольствием, пожалуйста. Мы только рады новым людям. Буквально, наверное, в ноябре с нами поехали несколько машин новых, втянулись и ездят каждый месяц с нами на постоянной основе. Я так понимаю, отказаться от этого теперь уже вряд ли кто-то может. Ну, там включается такой азарт, что один раз ты проехал в каком-то одном месте, застрял, там, думаешь, так, какие колеса поставить, какую тактику променить, там, в следующий раз интереснее в какую-нибудь другую, там, не знаю, грязь. И уже, ну, как, включается такой рост над собой. То есть, как я ездила раньше, как я поеду сейчас. Вот такой. Интересная статистика. Кто приезжает второй раз с нами, значит, да, значит, человек затянул. Если один раз съездили и не вернулся, то, ну, это не его, он попробовал, неинтересно. А азарт у каждого свой. Судя по вашим и фотоотчетам, и постам в специальных сетях, как правило, каждая поездка проходит, ну, очень весело. Но наверняка есть самые интересные, те, когда вы такие маршруты, когда вы достигли, да, определенной цели, приехали туда, куда ехали, и сказали вау. А есть те, которые, ну, вот посмотрели, ну, разочаровались. У нас такие разочарования были несколько раз, когда мы планировали маршрут каким-то грязевым таким местам, между лугов и полей, но ударил мороз, все замерзло. Вот в этом было главное разочарование, да, мы никто вообще не смог застрять. А цель поездки, наверное, не разочарован никогда, да, все равно что-то находится интересное. Ну, общение, да, места. Ну, и плюс общение, коллектив, есть какой-то костяк, который вот давно мы сложились, давно все ездят, все друг друга знаем, плюс кто-то там новый бывает, кто-то там членов семьи своего берет, они тоже потихоньку вливаются, поэтому грусти и тоски у нас не бывает. Но все же я настаиваю на том, чтобы вы рассказали, может, о своем любимом маршруте к настоящему моменту. Понятно, что их еще десятки впереди, но все же самый запомнившийся, может быть, и для вас, Алексей, и для вас, Ольга, для каждого, наверное, свой. Но расскажите вот о таком, который запомнился, остался в памяти и вот будет эталоном пока. Мне запомнился наш последний проведенный маршрут, ну, просто, во-первых, он последний, а во-вторых, он такой получился самый долгий и долгий по неасфальтовой части. Это маршрут в Брыкин-Бор. Мы поехали туда и добирались до Брыкина-Бора практически все время по неасфальту. То есть не через Спас, как все там ездят, а вот от Рязани уехали в сторону Лопухова, Борисского, Бельского, и там потом такими недорогами, какими-то разбитыми, ухабистыми колеями. Еще погодка помогает вам. Ну, погода, да, погода была самая такая подходящая, дождь моросил там, вот, грязь была полной. Было еще много всего интересного. Плюс мы в Выжжевском встретились там с местным краеведом, он нам тоже показал такие интересные места, про которых даже вот мы не знали, на что же мы там часто роемся в интернете и смотрим, и отзывы читаем. Вот, это был такой эталонистый маршрут. Он насыщенный и событиями, и какими-то культурностями, достопримечательностями. Ну, просто информации было много. Вот, поэтому это было. Еще в Тульской области мы в прошлом году ездили. И был интересный маршрут тем, что это как бы соседняя область, не совсем наша резача, мы уехали. Ну, во-первых, да, сам вот, наверное, факт психологический, что мы уехали из нашей области. Плюс там были места интересные, там были пещеры, вырытые староверами, 18 век. Мы, то есть, вот, полазили по ним, да, вот, прям вот живой, прикоснулись к чему-то. Ну, как бы мы привыкли, какие-то церкви заброшенные, какие-то усадьбы, а тут было немножко такое. Плюс к нам присоединились местные джиперы турсики, они узнали, что мы едем. Ну, такие там в количестве, там тоже что-то, машин пяти или шести, такие, о, можно с вами. Мы такие, конечно же, да, и создали огромнейшее такое сообщество. Что у нас лагеря стояло, сразу два города было представлено, и народ был... Не, ну, у меня самый был мой, запомнивший самый такой вот интересный был маршрут, это недавно, в Воскресенске есть. О, пятьсот метров за три часа. Пятьсот метров мы ехали три часа, поэтому такой вот... В этом плане он был однодневный, но, я не знаю, я в город возвращаюсь, когда-то мы недели тут не были. Были так... У нас было всего одно место, но вот мы ехали туда буквально весь день. Цель поездки был, да, карьер, там, во-первых, масштаб этой техники, которую мы там увидели, карьерной вот этой техники, ну, и плюс сама дорога. Мне вот, если он очень запомнился. Это был более буксовательный рейд, чем познавательный, можно сказать. Мы буксовались просто там... И там проверился ряд людей, прочность, именно вот в этот рейд, как так получилось, что люди, которые, ну, не ожидали, что они себя так поведут. Так вот, кто-то сдался, кто-то, наоборот, открылся с новой стороны, то, что было. Одним днём, ну, был... Лично мне очень запомнился. Психологические эксперименты, в частности, вот это всё. Ну, он не умышленный, но так получилось, да. Ну, понятное дело, что получилось. Потом, когда там всякие отзывы и мнения были людей, да, получается, что там... А в одном джипе сколько может находиться человек? Водитель, штурман, я так понимаю, обязательно должен быть, да, который следит за направлением пути? Тут всё зависит. А пассажиры берутся или лучше без них? Тут всё зависит от техники, кто на чём едет. Есть машины двухместные, у которых нет, ну, умышленно снят сиденья. Есть машины, в которых едут и 6, и 7 человек. Всей семьёй там или какая-то... Семь семьями, то есть... Буханков. Просто зависит индивидуально от каждой машины. При этом, я, насколько понимаю, такое развлечение, казалось бы, достаточно брутальное. А при этом девушек не так мало. То есть, может быть, даже не меньше, чем мужчин в сообществе, да? Да. А женщин-то что влечёт вот в такие грязевые ванны? Да всё то же самое. Тут как бы разницы нет. Ну, да, у женщин тоже есть машины. Мужчины, женщины, тут вопрос каких-то выходов из каких-то сложных ситуаций, да? Кто-то, для кого-то это просто, кто-то там в лужах какой-то застрял и переживает, девочки, кто-то нет. Просто это тоже индивидуально, но независимо. Мужчины, женщины. Да, и в горящую избу войдут. Да, и слона. Да, и слона. И хотелось бы спросить о выезде, который вот женский у вас был организован. Он такой был шуточный немножко, да? Да, помню, может быть, пару недель назад. Соревнования было, мы участвовали. Да, вот расскажи, пожалуйста, что это были за соревнования, такая девичья команда, женский десант. Так случайно всё, как сказать, совпало. У нас есть друзья, квадро-62 клуб, и они тоже устраивают мероприятия, но у них большей частью соревновательная. То есть не рейд какой-нибудь, а у них соревнования, когда командная, когда индивидуальная, получаем на руки GPS-координаты, нужно по этим координатам доехать до точек, сфотографироваться, кто быстрее объедет все точки, приедет на финш, тот победил. И мы решили там с подругами, что мы тоже поучаствуем, но, как обычно это бывает, мы пойдём не на результат, а просто покатаемся. Просто покатаемся. И организовали такую небольшую женскую команду, по-моему, там у нас было четверо, две Нивы, два Джимна. И поехали, собирали точки. Сначала мы действительно там думали, что нет, мы просто катаемся, но потом время же стало поджимать, азарт, там кровь кипит. И такие прям по-серьёзному, можно сказать, ехали, получили приз зрительских симпатий, поскольку на каждой точке фоткались как-то креативно, там то с собакой, то так, то сяк. Оторвали зеркалу одной машины. Да, да, да. Ну, об этом, наверное, уже, как сказать, все дома узнали, я вот не знала про зеркало. А ближайшие планы, скажем так, на будущее, ближайший выезд, можете приоткрыть за весь тайный? Да, тут никакой тайны, потому что анонс уже в соцсетях есть, как бы запись участников открыта, это будет 29 июля, рейд будет здесь ближний, но интересной цель у нас будет усадьба в Диулино, которая так называемая, там, восьмое чудо света, да, местная наша Рязанская. Но по пути будет еще интересность, вот про это пока не расскажем, это люди увидят по факту, да, мы их привезем, они посмотрят по пути, то есть будет еще одно интересное место, ну и плюс сами дороги. Это будет 29 июля, всех приглашаем, приезжайте. Вот как раз это будет очень такой интересный выезд именно для новичков, потому что там будет первая дорога, она не очень сложная по лесам, там песчаная колея, вот, а дальнейшее продолжение уже там будет посложнее, кто там уверен в себе поедет второй дорогой. И, опять же, с Диулино, там, все уставшие могут вернуться по асфальту в Рязани. Вот такой рейд, когда будет альтернативный путь для желающих, кто не готов дальше рубиться, либо техника, возможно, не позволит, можно будет вернуться, но он будет интересен, вот именно вот самая конечная точка маршрута, цель этой. Будем надеяться, что дождь все еще будет идти до 29 июля, я так понимаю, что джиперы... Ну, нам везет с погодой, да. Джиперы, однись к многим, кто этому лету очень рад. Да, у нас недавно на форуме там был спор, и там, не спор, наверное, как сказать, ждали, что будет дожди, дожди прекратились, там, народ разочарованный, описывал, что жаль, стоит ли ехать, потому что нет дождей. Да, мы рады, мы рады. Это лет радует только джиперов, наверное. Итак, 29 июля желающие телезрители, которые услышали нашу беседу, могут присоединиться к своей колее, к любопытным джиперам. Для этого можно в соцсети обратиться, да, к ребятам? Да, ВКонтакте мы есть, вот там вся информация есть. Спасибо вам, что пришли к нам в студию, интересно рассказали обо всем, заинтересовали, я думаю, многих. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова